Друзья, в этом видео разыгрывается три приза по тысяче игрового золота. Все, что нужно сделать, чтобы участвовать в розыгрыше, это поставить лайк этому видео, подписаться на канал и написать один комментарий по поводу данного боя, и в конце указать свой игровой никнейм. А вот победители из предыдущего видео. Здравствуйте всем, друзья. У нас сегодня реплейчик одного игрока, такого средненького рачка. Зовут его Эйвел Грани. Участвует он в битве блогеров, которая вот-вот начнется, поэтому я всем напоминаю, что скоро будет битва, что скоро придется топить изо всех сил, и мы будем всячески вам помогать в этом. Сегодня, допустим, посмотрим просто реплейчи, бой, который случился на стриме буквально вчера, если вы смотрите это видео в день выхода. Многие просто могли не увидеть этот бой, потому что он был там в конце стрима, когда уже основную задачу выполнили. Вот, но он довольно неплохой по результатам. Хорошая медалька, которая, ну, не самая частая, скажем так. Вот, поэтому покажу я вам его. Попал на Объекте 274 на карту Границы Империи. Почему я играю вообще на Объекте 274? А потому что, ну, как я сказал, основную задачу стрима я выполнил. Там три отметки на всех танках десятого уровня. И далее уже начали просто брать мастеров на танках, на которых нет мастеров. Оказывается, у меня на 274 был там только один бой сыгран. То есть я после марафона на нем даже не поиграл толком. И решил на нем тоже мастероса взять. И это как раз вот бой на мастероса. Попал в идеальные условия. Танки против меня шестых уровней. И почему я поехал именно через этот фланг. Я на стриме рассказывал. Но здесь еще раз расскажу. Потому что, в принципе, Объект 274 такой танчик, который может разваливать. Может прям соло направление разваливать вот так с шестыми уровнями. Потому что можно вытанковывать. Вот 3485 меня пробить не может. Там не могут. Тут не могут пробить. И единственный танк, который мне больше всего в этом бою не нравится. Это Кейр Нарвон. Потому что углы склонения, ДПМ лютые. Может разобрать очень сильно. И Кейр Нарвон будет именно там. То есть в обычных условиях. Если бы были фулл восьмерки. Я бы, возможно, поехал на тот фланг. И дрался бы там с тяжелыми танками в упоре. Но, так как это бой с шестерками. И Кейр Нарвон единственный танк, который меня более-менее жестко контрит. Я решил забить на него. И поехать убить весь остальной фланг. И пока что так получается. В этот момент я обратил внимание, ребята, что всего уничтожено 4 танка. Из них 3 фрага сделал я. И поэтому вот сейчас вы увидите, что я зарядился. Но жду. Жду, пока Эмиль даст. Конечно, здесь просто по чуечке. Потому что так-то у Эмиля спокойно альфа могла пройти. Но, не знаю, по какой-то чуечке я дождался, пока Эмиль выстрелит. И, собственно, у Эмиля не проходит альфа. И я забираю уже 5 фрагов из 7 возможных. И разворачиваюсь назад. То есть, я говорю, здесь прям суперсложного чего-то нет. По Носхорну, кстати, можно было тоже подождать, чтобы кто-нибудь по нему дал. Но я решил стрелить. А вдруг, типа, никто не будет стрелять. Но туда кинула арта. И, к сожалению, фраг Носхорна уходит не мне. Но я забираю МТ-25. Что замечательно. И срочно еду убивать 2 арты. То есть, у меня уже 6 фрагов. И я очень хочу сейчас убить 2 арты. Еще и сухо не светилось. Может быть, Кэр Нормон выживет. Может быть, К-44 вернулась назад. То есть, у меня план сделать медаль пула здесь. Я очень-очень этого хочу. Вижу, как 44, а 44 все-таки более динамичный танк, чем Объект-274. И она просто мчит передо мной. Братан, оставь. Оставь арту, пожалуйста. Она тебе не так нужна, как мне. У меня уже, типа, 6 фрагов. Можно медальку классную зафармить. Я здесь еще и врезаюсь. В общем, фейл года. Не получается у меня вовремя приехать. Но давай смотреть, что дальше происходит. Исухо убило только что Эмиля. Ну, я видел, как Эмиль заходит в спину Кэр Нормона. Думал, ну все, Кэр Нормон сейчас рип. Наверное, получится только 8, максимум 9 фрагов сделать. И то не факт. Вот 44 убивает. Ну, получается, дает выстрел по С-51. С-51 смотрит куда-то в другую сторону. И 44 забирает, к сожалению, один фраг. Видите, в горку вообще этот 274 довольно медленно поднимается. Но здесь есть Исухо фуловая. Отлично. Арта засейвилась. Исухо фуловая. И арта еще туда что-то пытается давать. И, и, и. Ну, где? Где, где, где? Где? Ну же. Я смотрю, почему 44 дает и не умирает. Вот, наконец-то она умерла. Исухо отстрелялась. Я понимаю это. Выхожу. Беру автоприцел. Только почему-то сразу не стрельнул. Ну, боялся, что куда-то там в рельефы попадет. Поэтому так добиваю. То есть 3000 урона, зато 7 фрагов. Зато 7 фрагов. Ладно, дальше еще Исухо настреливаем. И там Кайрнарвон еще каким-то образом живет. Поэтому, в принципе, тут шансы еще есть. Пока Исухо КД. Я даю ей еще один выстрел. Она здесь что-то тоже на камнях не очень хорошо себя чувствует. Даю еще один. И дальше она ошибается. Она подкатывает вперед. И я спокойно захожу ей в борт. И на автоприцеле добираю. Это 8 фраг. При этом вижу, что Кайрнарвон, в принципе, там выживает. Еще 44 тоже уехала. То есть, в принципе, шансы медаль пула здесь есть. Вполне такие существенные. Сейчас по-любому должен делать 9 фраг. У меня уже показывает 4000 урона. По факту. А, ну, наверное, по факту так и есть. Особо блайндом. Я только там Чаффика ваншотного добил. Здесь, в принципе, особого напряга какого-то нету. Да, даже если там 44 фуловая, победить ее не составляет особых проблем. Кайрнарвончика здесь из кустов высвечиваю. Практически до конца досвожусь. Убиваю. Это 9 фраг. И вот сейчас будет важный момент. То есть, смотрите. 44. Поехала, получается, ну, ехала вот так по кругу. И я осветился только что, убив Кайрнарвона, по идее. Да, я же засветился после выстрела. Вот. И теперь есть 2 варианта развития. Даже 3. Она может развернуться, поехать назад. Встать на захват, например. Она может поехать понизу. И она может поехать поверху. Моя задача. Вот, ну, 34 с другой стороны поджимает. То есть, 44, по идее, с ним соло должно справляться, если что. Моя задача здесь встать таким образом, чтобы не пропустить куда-то туда. Не пропустить нигде здесь. И не пропустить внизу. То есть, моя задача просто обнаружить Т-44 поближе. И мой план срабатывает. Она приезжает здесь снизу. Я, к сожалению, даю ей непробитие. Но сразу откатываю тут чуть-чуть подальше в рельеф. И теперь уже мне более удобно под ней стрелять. Даю один выстрел. Она остается для меня двушотненько. Да, понимаю, может быть бой там какой-то не супер эпичный. Да, не супер, как вы привыкли тут видеть. По 10 тысяч на стрел, а там по 15 фрагов, не знаю. Но все равно, медаль пула достаточно редкая. 10 фрагов не каждый день делаешь, мягко говоря. А здесь получилось, получилось там чуть больше 5000 урона сделать. Хороший бой на мастероса. Давай смотреть результаты. По результатам это у нас 5073 урона, 10 фрагов. Медаль пула, основной калибр, воин, ну и, естественно, мастер. Ну и, собственно, все. 1656 чистого опыта. Что еще рассказывать? 35 тысяч пофармил, потому что стрелял голдой. Никакие резервы не включил, ни клановые, ни личные. Это уже там концовочки. Кстати, прикольно, что 22 выстрела, 22 попадания, 21 пробитие. А кого я не пробил-то вообще? Я что-то даже не помню, чтобы я кого-то не пробил. Кого я не пробивал? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Может, тайпа 59 какого-то? Я уж прям вообще не помню реально, а кого я мог не пробить. Ну, забавно все равно. 22 выстрела, 22 попадания, 21 пробитие на достаточно косом танке. Прикольная эффективность. Прикольно, там вовремя сообразил, что можно поиграть в этом бою на фраге. Пододелывать фраги, еще повезло, что у Эмиля там не прошла альфа. И вот тадамс, бадумс. И вот тебе бой на 10 фрагов с хорошей редкой медалькой. У меня всего таких 18, по-моему. На этом все. Спасибо, что посмотрели данное видео. Ставьте лайки. Если еще не поставили, подписывайтесь на канал. Пишите в комментарии, что думаете по поводу этого танка Объекта 274, который выдавался за марафон. Я знаю очень неоднозначное мнение о нем. Вот. И увидимся в следующих видосах, стримах. Увидимся на битве блогеров. Она стартует уже в конце недели. Примерно там в 28-29 числах. Поэтому будьте на готове. Скоро придется потеть. Скоро мы будем уже выкладывать все эти новости, что мы там для нее подготовили. В общем, увидимся. Спасибо, что поддерживаете. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok